МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обгинск ТВ. Поговорим о событиях города и региона в студии Георгий Разуваев. И Дарья Человекова. Вот о чём расскажем сегодня. Обгинский отдел полиции сегодня отмечает 70-летний юбилей. Возле участка состоялся торжественный митинг. Как будут лечить животных в условиях санкционных ограничений, комментируют специалисты. Строительство новой школы и другие темы обсуждения на планёрке в администрации Малоярославецкого района. В Обгинске состоялся турнир по тяжёлой атлетике, посвящённой 99-летию спортивного общества «Динамо». Сегодня Обгинский отдел полиции отмечает 70-летний юбилей. Возле участка состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие первые лица города и личный состав правоохранительных органов. Помимо этого, в этот день было заключено соглашение между полицией и ЧОПами города. Теперь поддерживать порядок на улице Хобгинска они будут вместе. Путь к заключению соглашения был долгим, говорят стороны. В итоге точку соприкосновения нашли, рассказывает исполнительный директор Ассоциации негосударственных структур безопасности «Единая дежурная часть». Павел Цыпунов убеждён, что ресурсов ЧОПам хватит и на выполнение прямых обязанностей, и на патрулирование. У нас были пробные совместные патрулирования. В общем-то, мы успеваем. Потом у нас у всех не один экипаж, поэтому всегда есть кому реагировать. Законодательство потихоньку подтягивает охранников к уровню сотрудников полиции. Но действительно, на данном этапе, в данный момент, наши сотрудники имеют гораздо меньше прав. Поэтому нам очень интересно и выгодно ездить с сотрудником полиции, который имеет все полномочия. В составе Ассоциации три частных охранных предприятия. Их помощь для полиции лишней не будет, считает начальник ОМВД по городу Обнинску. Дополнительные силы и средства, согласно соглашению ЧОПа, выделяются на период несения службы всего периода суточного, то есть заступают совместно на инструктажи ЧОПы, которые проходят по соглашению и свою работу, и по охране общественного порядка. То есть прикрепляются сотрудники и несется совместная служба с органами внутренних дел. Безопасность и спокойствие жителей Обнинска главное для администрации, подчеркивает сити-менеджер Татьяна Леонова. Первое – это соглашение, а второе – то решение, которое будет в ближайшее время принято о финансовой поддержке тех сотрудников, которые придут на работу в патрульно-постовую службу. Но нам придется изыскивать резервы, потому что, вы знаете, бюджет был сформирован без этих средств. Время и так непростое, но, знаете, сегодня очень важно определить приоритеты. И жизнь людей, их безопасность – это главный приоритет. Поэтому обратились в наше городское собрание, депутаты понимают эту важность, нас поддержат все изменения в бюджет, которые необходимо будет внести. Эта мера должна помочь доукомплектовать патрульно-постовую службу, усилить ее. Доплата коснется и тех сотрудников, кто уже работает. Сегодня в городе дежурят три патруля ППС. Это 2-3 человека в каждом. Начальник полиции Александр Кулигин говорит, что для Обнинска нужно пять патрулей, чтобы более оперативно реагировать. Взаимодействие с ЧОПами продолжится и после того, как будет укомплектована патрульно-постовая служба Обнинска, подчеркивает начальник полиции. На митинге в честь 70-летия отдела были награждены благодарностями и почетными грамотами ветераны правоохранительных органов. Участники мероприятия возложили цветы и венки к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ Лечить нужно не только людей. Помощь врачей требуется и братьям меньшим. Как на этот процесс повлияют или уже повлияли санкции? Информацию о работе ветеринарных клиник на территории региона в текущих условиях получили в профильном комитете при правительстве Калужской области. Начальник отдела госветнадзора комитета ветеринарии Надежда Серегина говорит, что необходимые запасы лекарственных препаратов есть, в том числе вакцина против бешенства. Проблемы могут возникнуть с поставками импортных вакцин, которые применяют некоторые сельхозпредприятия. Ассоциация производителей ветпрепаратов открыла горячую линию, куда можно обратиться за помощью, если возникли трудности. Будут находить или отечественные аналоги данных вакцин, но у них также есть еще и запас импортных вакцин. Которые будут распределяться среди сельхозпроизводителей. Но государственная ветеринарная служба в основном работает с отечественными производителями, поэтому я не думаю, что у нас будут какие-то затратнения с поставками ветпрепаратов. Начальник отдела объясняет, что зарубежную вакцину от бешенства используют потому, что так удобнее. Прививка работает не только против этого заболевания, но и еще против нескольких. Отечественная вакцина от бешенства только против бешенства. Есть запасы лекарств и против других опасных заболеваний, скажем, против той же сибирской язвы. По информации на момент беседы, сбоев в проведении вакцинации не было. У препаратов, необходимых для лечения животных, отечественные аналоги есть. Производство не останавливалось. Дефицита возникнуть не должно, уверяет Надежда Серегина. Перебоев в работе или трудностей с поставками у государственных ветклиник в области не возникало. По данным на момент интервью, обращений из частных ветеринарных клиник не поступало. Начальник отдела Госветнадзора говорит, что за ситуацией с приютами для животных будут наблюдать тоже. Если что случится, будут искать способы поддержать. В случае с медицинским оборудованием опасения есть. С этим, да, возможно, у нас какие-то будут затруднения с учетом того, что какие-то аппараты делают в Болгарии, Венгрии. Но я думаю, что наша промышленность будет сейчас развиваться и быстро сделает наши отечественные аналоги. Любой рынок мы рассматриваем, который сейчас будет разрешены поставки в Российскую Федерацию. В любом случае это проходит в рамках включения контрактов. И поэтому, кто отзовется на торги и даст лучшие цены, тот и будет победителем. Тем не менее, тенденции к снижению оказания ветеринарных услуг по области не наблюдается, отмечают в Комитете. Работа идет в штатном режиме. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Евгений Соколов, Обнинск ТВ. Традиционная еженедельная планерка в администрации Малый Рославецкого района началась с обсуждения ситуации в сфере образования. Школы и детские сады работают в штатном режиме. Заведущая отделом образования сообщила, как продвигается работа, построящаяся в микрорайоне Заря школе на 1101 место. Оборудование в ситуации непростая, потому что в не все распечатки дают в этих условиях предложения. Поэтому мы идем поэтапно. Пока что мы можем, мы заключаем контракты, как-то учебники, художественная литература. Согласовали мы жалюзи, потому что без этого никуда. Компьютерная техника пока сложна, но все нам помогают. И мы ищем еще консенсус по спискам застройщиков и по нашим доп. спискам. В общем, работа идет прямо в таком точечном режиме. Надеемся, что мы пока от графика не отстаем. По оборудованию для ресурсного класса тревог не возникает. Постепенно набирают специалистов. Я вас попрошу, дайте мне еще второй перечень оборудования. У вас там же два было списка, да? Которого не хватает. Мы должны все сделать. Я считаю, что у нас много спонсоров, меценатов, которые готовы помогать развитию Малорославского района. Поэтому дайте мне вторую часть списка. Я над ней поработаю. И, конечно же, мы до 1 сентября должны, в том числе и за счет спонсорских средств, конечно, предусмотреть все это оборудование, закупить его. В ходе рабочих встреч с застройщиками возникают и другие вопросы. Например, по подъездным путям к будущей школе, рассказывает Юлия Медова. Вновь нужна помощь руководства районной администрации. Школа должна быть обеспечена всеми вот этими подъездными путями, тротуарными дорожками и все остальное. Это городская вот вся тема, и никто не снимает. Если там мэрия будет открещиваться от этого, да, то мы тогда по-другому будем с ним разговаривать. Крылов, он понимает всю важность этого проекта. Поэтому пускай пересматривают свои бюджеты, пока еще не поздно, да, деньги у них там есть, да, Оксана Александровна? Пускай перенаправляют и строят туда там тротуары, подъездные дороги и все остальное. Все взваливать на подрядчика нельзя. Это не решение вопроса, отметил Вячеслав Парфенов. При этом все обязательства, которые подрядчик на себя брал, он выполнить должен, продолжает глава администрации. В том числе по оборудованию. Если там строительные бригады, допустим, или руководители этих организаций не понимают чего-то, то я готов встречаться с главным инвестором белорусским, да, который принимает все решения. Потому что руководители предприятия, они не принимают, они только строят. И вот это вот виляние туда-сюда нет. Ребят, вы обещали? Обещали. Надо было в прошлом году закупать. Или в этом году успеть закупить, понимаете? Все вопросы по дооснащению детского сада в Детчине должны быть решены тоже, подчеркнул Вячеслав Парфенов. К майским праздникам дошкольные учреждения планируют открыть. В Доме культуры села Недельное капремонт по национальному проекту продолжается. Подрядчик заранее приобрел все нужное для работы. Давайте предложение по укреплению стены, потому что стену надо сделать гидроизоляцию, потому что вода, если будет попадать, смысла там делать музей нет. Поэтому готовьте все документы, может быть, на дополнительное финансирование. Это национальный проект, мы его должны доделать. Иначе у нас там обратно все... Раньше у нас крыша текла, а сейчас будет у нас как болото затапливать там, подвал эти. С первых чисел апреля начинается месячник благоустройства, рассказал на совещании Сергей Кузнецов. Сейчас идет процесс закрепления администрации населенных пунктов и района, предприятий за определенными территориями. К майским праздникам сельские поселения и город должны быть приведены в порядок, подчеркнул Вячеслав Парфенов. Дмитрий Глухов, Обнинск ТВ. Об авариях, правонарушениях и происшествиях в нашем городе расскажут журналисты программы «Экстренный выезд». 22 марта в полицию Наукограда поступило сообщение о хищении чужого имущества. По словам заявителя, когда он рано утром вышел на балкон, то обнаружил, что у его автомобиля марки ВАЗ-2107 открыты багажник и бензобак. Оказалось, что неизвестные слили 35 литров бензина и, сломав замок на багажнике, похитили музыкальную автомобильную колонку и усилитель. Сумма ущерба по подсчетам потерпевшего составила 8 тысяч рублей. Транспортное средство было припарковано во дворе на улице Энгельса, 10. В настоящее время правоохранители выясняют все детали произошедшего и устанавливают личности злоумышленников. В 10 часов на пульт дежурного МВД по городу Обдинску поступило тревожное сообщение от охраны организации торгово-развлекательного центра на проспекте Маркса. На электронную почту снова поступило сообщение с угрожающим текстом о якобы заложенном взрывном устройстве. За последние две недели это уже пятое подобное сообщение о минировании данного объекта. На место прибыли все оперативные службы города. Специалисты провели осмотр помещений и прилегающей территории. К счастью, сообщение было ложным и взрывных устройств и иных угроз обнаружено не было. Стоит напомнить, что уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма может привлечь за собой наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет или принудительные работы сроком до 3 лет. 19 марта в Обнинске состоялся турнир по тяжелой атлетике среди юноши и девушек 2004 года рождения и моложе. Соревнования посвящены 99-летию образования спортивного общества «Динамо». Подробности смотрите далее. За призы кубки и медали на турнире по тяжелой атлетике боролись спортсмены из Наукограда и соседнего совхоза «Боровский». На торжественном параде открытия почетные гости пожелали ребятам спортивных успехов. Перед началом турнира перед участниками мероприятий выступили воспитанницы отделения чирспорта школы «Квант». Девушки показали несколько танцевально-акробатических композиций. Состязания по тяжелой атлетике проводятся в Обнинске впервые, но организаторы планируют сделать их ежегодными и расширить горизонт, постепенно выйти на всероссийский уровень. На перспективу мы планируем этот турнир сделать вообще всероссийский. Планируем, что это соревнование будет проходить под эгидой спортивного общества «Динамо», под эгидой УМВД России по Калужской области. Будем выступать как организаторы и содействовать развитию данного вида спорта. Самому юному участнику турнира 9 лет. Специалисты отмечают, что с этого возраста уже можно начинать заниматься таким видом спорта. Прежде чем ребята начнут поднимать определенный вес, пройдет длительная подготовка, растяжка, общие физические упражнения на выносливость и силу мышц. Тренер, наблюдая за воспитанниками, составляет программу, которая постепенно приводит юного атлета к первым результатам и победам. Наша федерация областная делает, не только областная и Российская федерация, мы делаем упор на детей, на девочек и мальчиков. Потому что, ну, вы сами все знаете, спорт сейчас реально поменялся, да. Другие критерии там связаны с какими-то определенными вещами. Вот. И наш вид спорта, то есть, пережил много, как бы, реформ и прочее, да. И мы сейчас делаем упор именно на детей, потому что у нас чемпионат Европы начинает уже, проводится по 15-летним. Вид спорта наш, ну, вот вы сегодня смотрите и видите, да, он красивый, динамичный. То есть, динамика, резкость, то есть, растяжка присутствует. Интересно, что среди сильнейших спортсменов много девушек в тяжелой атлетике. Соотношение занимающихся сегодня примерно такое – 60% мальчиков и 40% девочек. Не секрет, что представительницы прекрасного пола достаточно часто выбирают и мужские профессии. Силу того, что Динамо – это общество силовых структур, структур МВД и ФСБ, и популяризация именно в этом русле, я надеюсь, что дети, которые сегодня вот увидели организацию, услышали многие знаменитые фамилии, которые являлись сотрудниками правоохранительных органов. Но, надеюсь, может быть, выберут в дальнейшем профессию, придут служить в органы внутренних дел, принесут свои спортивные достижения через года и приумножат все эти достижения, которые были до общества Динамо, принесут их в дальнейшем и на Калужскую учебу. Юные спортсмены выступили в двух дисциплинах – рывок и толчок. По итогам турнира участники показали отличные результаты и достойный уровень подготовки. Многие обновили личные рекорды. Следующие соревнования, в которых примут участие наши штангисты, пройдут в Обнинске 23 апреля. Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе Обнинск онлайн, Вконтакте, Телеграм-канале, а также на Ютуб-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости», которая выходит по будням в 19 часов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова